Кринджанули новенький 15 Pro Max и на нём брызнула полоса. Ещё и корпус треснул. Зачем подрезать проклейку? Я на раз-два лезем вскрываю. Кладём камеру в пакетик, чтобы в неё не попала никакая пыль. Снимаем заднюю крышку. Чтобы излечить трещину в корпусе, необходимо полностью всё разобрать. Разъём и микрофон приклеиваются к корпусу на липкий слой, который мы должны защитить от пыли. Потом так подумали, раз уж меняем экран за 70 тысяч рублей, что мелочится, сразу заменим корпус на новый. Поэтому заказали его прямо в Apple. Прямо в Apple. Едем на склад. Берём 100% оригинальный дисплей и 100% оригинальный корпус. Видите, какая большая щель между корпусами? Выглядит прямо как с завода. Каждый час сообщение положите-отложите. Потому что у нас хорошие чехлы. Счищаем в старую влагозащитную проклейку зада. И мажем зад праймером, чтобы новая влагозащитная проклейка в лаваху. Может хватит решётки тупые для дебилов. Плоские. Завершающий этап. Склеиваем заднее стекло с корпусом. Всё обратно собираем. И остаётся решить проблему с дисплеем. Дисплей оригинальный, но всё равно висит важное сообщение об экране. И нет трутона. Готовим дисплейк в фрезеровке микросхемы. Идеально ровно спилили микросхему. И взламываем трутон. Снимаем микросхему с повреждённого дисплея. И насаживаем их. Да ты чё? И насаживаем её на новый дисплей. Проверяем новый дисплей. И он не включается. Нужно просто воткнуть зарядку. Проверяем дисплей и вау! Он действительно работает! Мазаем праймером периметр дисплея. И приклеиваем новую влагозащитную проклейку. Батарейку тоже приклеиваем на оригинальную проклейку. Трутон появился. После проверки всех функций по чек-листу собираем айфон. Сильно проглаживаем все периметры, чтобы схватилась влагозащитная проклейка. И теперь проверяем влагозащиту, и она как на новом айфоне. Так что можно одну проклейку ставить на 15-й у нас. Это был мой administ naturale. И я человек у меня прожеларила. Ну а недвижимость